Примерно год назад культовый режиссер Алексей Балабанов шокирует всех. В интервью одному федеральному телеканалу Алексей Октябринович признается, его скоро не станет. Мне сказали полгода назад, что я умру. Потом, когда я не умер, мне главный врач больницы, сказал, если бы не ваше сибирское здоровье, то вас бы уже не было. Есть такой штамп, врачи подписали смертный приговор полтора года назад. Еще через полгода, и все. Ну вот, слава богу, прошло полтора, и надеюсь, что, в общем, это, конечно, есть такая тема. Ставшие уже легендарными фильмы Алексея Балабанова, кажется, были с нами всегда. Среди них, конечно, почетное место занимает брат. Брат! Ты брат мой! И брат 2. Я вот думаю, что сила в правде. Новая работа кинорежиссера называется «Я тоже хочу». После венецианской премьеры Алексей Октябринович говорит о том, что это его последний фильм. Вы куда? Куда? За счастье! Презентовать картину в столице режиссер приезжает почти с полным актерским составом. На сцену выходят непрофессиональные актеры. Балабанову с ними работать интереснее. Сам мэтр в тельняшке и кожаной куртке, пряча руки в рукавах, о своей работе говорит скромно. Кино – это коллективное творчество. Я никогда не пишу в титрах фильм Алексея Балабанова. Дальше смотрите и решайте сами. Понравится – хорошо, не понравится – тоже хорошо. Полковника на даче «Инсульт». К моему врача везем. Купи бухла мне. По пустынной летней дороге мчится огромный черный джип. В нем бандит, его друг Матвей со стариком-отцом, музыкант и проститутка. Разношерстная компания едет к колокольне «Счастье», которая находится рядом с неработающей атомной станцией. Колокольня может выбрать и сделать кого-то счастливым. Остальные, скорее всего, просто умрут. А батю? Его бы взяли, но он не дойдет. Мы же не понимаем, что там. Работает некий социальный лифт. Несколько раз же в фильме говорим, что оттуда никто не возвращался. Мы же не знаем, что там находится. Может быть, счастье, наоборот, заключается в том, чтобы покинуть вот эту нашу землю, наш мир. А что дальше-то неизвестно. В конце истории на экране появляется и сам Алексей Балабанов. В кулуарах перешептываются – это своего рода исповедь. Пойдем, я тебе церковь покажу. Журналисты пишут, я тоже хочу для Балабанова – это подведение итогов, если не завещание. Я про это не буду ничего говорить. Балабанов много, а что я буду делать, я не знаю. Как бы то ни было, все надеются на хороший исход, да и сам Алексей Октябринович не сдается и говорит уже о будущем фильме. Скоро мир из его ленты должен узнать о лихой юности Сталина. Ну я счастье хочу. Я тоже хочу. Владимир Стражук, Лев Семенов. Программа в теме.